Здравствуйте друзья! В этом обзоре речь пойдет об обновленной версии автономного ночника от Xiaomi, который теперь обзавелся Bluetooth интерфейсом и стал полноценной частью системы умного дома. Я расскажу о его возможностях в штатном приложении Mi Home, а также о наиболее удобном, на мой взгляд, способе интеграции в Home Assistant. Модель MJYD02YLA. Номинальная мощность 0,34 Вт. Цветовая температура 2800 градусов Кельвина. Сенсоры, датчик движения и освещенности. Угол обзора датчика 120 градусов. Источник питания, три батарейки типа 2А, в комплект не входят. Рабочая температура от минус 10 до плюс 40 градусов Цельсия. Размер 80 на 62 мм. Поставляется устройство в белой экосистемной коробке, с фотографией в полный размер и логотипом Мидзе. На коробке указано, что это Bluetooth версия. В отличие от скромного оформления других устройств, тут есть немного цветной полиграфии. Упаковка хорошая, светильник при пересылке защищает еще и внутренний каркас из плотного картона. Доехало все в целости и сохранности. В комплекте, кроме самого светильника, только инструкция на китайском. Элементов питания нет, их нужно приобретать отдельно. Внешне устройство представляет собой полусферу, плоская часть которой это, собственно, светильник. В ее центре находится пластиковый кружок с логотипом Мидзе. У светильника есть съемная подставка, которая соединяется с ним при помощи примагничивания. Она может крепиться к поверхности стационарно. Для этого с обратной стороны ее имеется наклейка из двустороннего скотча. Кроме этого она может просто стоять на горизонтальной поверхности, либо при помощи магнита к металлу. Задняя часть полусферы ночника откручивается, это крышка, которая держится на резьбе. Под ней находится батарейный отсек. Для питания светильника нужно три батарейки форм-фактора 2А. По опыту работы с первой версии ночника, хватает их более чем на полгода. Тут же находится двухпозиционный переключатель, что интересно, с каждой его из сторон одинаковое изображение руны Bluetooth. Перевод его из одного положения в другое, нужно для первого подключения светильника к приложению, либо как сказано в инструкции, она кстати на китайском, для сброса устройства. Магнит находится в ножке подставки, поэтому ее и можно крепить к металлической поверхности. А с внутренней стороны крышки ночника металлический лист такой же формы, что еще дает возможность регулировать положение светильника. После установки трех батарейки или аккумуляторов формата 2А, светильник полностью готов к работе. Имея на хозяйстве и первую версию ночника без интерфейса, было бы логично их сравнить. Так вот, внешние они совершенно идентичны. Отличить их можно только по номеру модели, на задней стороне ноги подставки или на крышке батарейного блока. Версия с Bluetooth имеет дополнительный символ А в номере модели. После установки элементов питания, можно приступать к подключению в Mi Home. Bluetooth устройства обнаруживаются непосредственно самим смартфоном, нужно быть недалеко от самого ночника. Для активации подключения, приложение попросит передвинуть переключатель внутри ночника. В конце процесса нужно выбрать локацию для размещения светильника и его название. После этого загружается и запускается плагин светильника. На главном окне лог датчика движения и параметры установки. Настройки ночника выполняются при прямом подключении к нему при помощи Bluetooth смартфона. Удаленно, через шлюз их изменять нельзя. Тут включается режим ночника, настраивает своего яркость и длительность работы, а также уровень срабатывания датчика освещенности. Все уровни яркости работы подсветки ночника можно протестировать в режиме реального времени и выбрать наиболее подходящий. В ходе работы начнет накапливаться статистика обнаружения движений и условий освещения в этот момент. Из дополнительных настроек можно выделить автоматизации и обновление прошивки, которая время от времени прилетает в приложение. В автоматизациях светильник может работать только как условие, принудительно его включить нельзя. Есть 10 вариантов триггеров для сценариев, связанных с датчиком освещенности, обнаружением или отсутствием движения. Но для этого нужно, чтобы в системе было хоть одно устройство с функцией Bluetooth шлюза, обычного или меш. Подойдут или устрои камеры, увлажнители и будильники, шлюз Xiaomi 3 версии, розетки с Bluetooth и т.д. Лучшим на мой взгляд способом интеграции в Home Assistant является использование Bluetooth шлюза на базе модуля ESP32 и прошивки ESP-Home. Ссылка на вводный обзор по этой теме в описании. На момент съемки ночник поддерживается в деф ветке ESP-Home, а для его интеграции нужен bind-key. Проще всего его получить, используя модификацию mihome от copyba.ru, ссылка в описании. В телефоне должна быть создана папка vevs.logs, в которую будут складываться данные об устройствах. А bind-key найдется в файле pair-rings.txt. Согласно инструкции на сайте ESP-Home, ночник прописывается в разделе бинарных сенсоров, но при этом в конфигурации должен быть объявлен раздел просто сенсоров, у меня он уже был. Если у вас его нет, нужно создать, а прописывать что-то для ночника там не нужно. Проверяем конфигурацию, все в порядке. На всякий случай сначала просто компилирую прошивки без заливки и тут все прошло без ошибок. Вот теперь компилирую и заливаю по воздуху прошивку в модуль, который находится ближе всего к ночнику. Всего таких ESP32 шлюзов у меня четыре. В этом и фокус, так как модулями можно равномерно покрыть всю квартиру и не зависеть от расстояния к одноплатнику. Всего в Home Assistant можно прокинуть четыре сущности от этого ночника. Два бинарных сенсора, движение и статус светильника и два сенсора значений, уровень заряда и время простоя. А вот реальный журнал сработок сенсора движения ночника. Опытным путем я выяснил, что минимальный интервал между обнаружением движения и статусом движения нет около двух минут. Второй момент. Практически применимы только две сущности. Это упомянутый сенсор движения и уровень заряда. Бинарный сенсор активности рассинхронизирован по времени с реальной работой светильника. А применение для сенсора время простое я просто не увидел. Светильник отлично вписывается в интерьер, я специально устанавливал его в различных местах, нигде чужеродно он не смотрелся. Вот здесь он на дверце холодильника. На полочках деревянной мебели, причем его можно ставить и просто горизонтально, и прикреплять при помощи скотча на ножке к нижней части полок, тем самым не занимая полезного пространства. Реагирует на движение на расстоянии примерно метров 4 по прямой и метров 2 сбоку. Включается в заданном режиме яркости и на заданное в приложении время. Удобно, что эти параметры можно изменять. Из всех протестированных мной ночников экосистемы Xiaomi Midsia, именно вот эта модель мне нравится больше всего. Не знаю чем это объяснить, но наиболее удобная именно она. А версия с Bluetooth еще может выполнять полезную нагрузку датчика движения. Так что к покупке могу рекомендовать смело. На этом все, если у вас остались вопросы, задавайте в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также акции и купоны на товары умного дома, вы можете найти в моем телеграмм канале, ссылку ищите в описании. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok